Русские новости Но, тем не менее, такое собрание состоялось, оно проанализировало инициативу, явно вброшенную для того, чтобы мы этим и занимались, о принятии закона о российской нации. Мы не могли не отреагировать, и Русский национальный фронт тоже проведет соответствующую конференцию, тоже выпустит декларацию, может быть, поддержит ту, которая была принята на заседании Постоянно действующего совещания национально-патриотических сил. И общий вывод, в общем, таков, что никакой российской нации не существует, никогда не существовало, и если она и может возникнуть, то каким-то эволюционным путем. Но этот путь, об этом в резолюции, к сожалению, не сказано, но я думаю, что это подразумевается, что формирование российской нации – это уничтожение русской нации, существующей русской нации, как политическое единство прежде всего русских людей и ориентированных на русские ценности, традиционные ценности русского народа, представителей других коренных народов Российской Федерации, ну и шире исторической России. То есть затея с законом о российской нации русофобская, и в этом нет никаких сомнений. Главным русофобом в Российской Федерации, конечно, является Путин, да я бы сказал, что, в общем-то, он является и мировым лидером русофобии, то есть больше ненавидеть русский народ, чем Путин, наверное, сложно. Когда он выступал со своим посланием к Федеральному собранию, все чего-то как-то засуетились, как-то он в неурочное время, да перед Новым годом, а вдруг скажет, как Ельцин, простите меня, я ухожу, я устал, и все думали, вот вдруг это состоится. Нет, была совершенно банальная речь, и, в общем-то, ее содержание нас не интересует, нас интересует то вранье, которое у Путина в этой речи содержалось, но о нем чуть позже. Главное, что в этой речи ничего о русских вообще нет. Русский, вот слово русский или русский народ не укладывается вот в мозги этих людей, вот Путина и подобных же ему. Вот один из признаков русофобии – это неспособность произносить слово «русский». И постоянные какие-то отсылки, что вот мы не только о русских думаем, да нет, мы прежде всего думаем о русских, даже когда мы прибавляем там и другие коренные народы, мы, конечно, думаем о русских. О коренных народах мы думаем во вторую очередь, а может быть сейчас и не думаем вовсе, потому что для этого нет никаких условий. Давайте мы сначала обеспечим жизнеспособность русского народа, а все остальные будут жить при нем, потому что без русского народа, конечно, никто не выживет. На конференции или на заседании ПДС и ПСР одно из выступлений меня сильно удивило, когда, в общем-то, даже, я бы сказал, не стесняясь, человек заявляет о своих национально-патриотических ориентациях, говорит о том, что он создал и уже зарегистрировал новую партию в Министерстве юстиции, ему выдали, не знаю, там, конечный уже сертификат или только о том, что он может собирать подписи. Но меня это особенно не интересует. Главное, что этот человек не постеснялся сказать, что у него нет ничего про русских в его программе. Слово «русский» не употребляется. Может быть, поэтому и регистрируют. Но и на регистрацию наша партия, например, «Великая Россия» никогда не пойдет с этой властью, потому что эта власть ненавидит все русское. И слово «русское» для этих людей – это такой признак того, что надо всячески ущемлять права людей, которые пытаются создать какую-то общественную структуру и зарегистрировать ее, а значит, получить допуск на выборы и допуск ко всяким другим привилегиям, потому что создаются всякие общественные советы, там приглашают партии, лидеров что-то там обсудить. Мы не будем принципиально. Вот в путинском режиме русских партий нет, зарегистрированных русских партий нет и быть не может. Если кого зарегистрируют, ну считайте, что это какой-то закулисный сговор. Но если сговора нет, ну тогда объяснитесь, вот почему вы без слова русский, обсуждаете русский вопрос. И потом вот один из лидеров этой так называемой партии, не буду даже ее называть, настолько мне это неприятно, вроде бы уважаемый человек, вроде бы имеющий научные заслуги, научное звание высокое, вроде бы пишущий неплохие книги, одну из книг я прочел и очень ее похвалил, но он ко мне подошел и сказал, а как вы будете определять, вот вы говорите русская власть, а как вы русских от нерусских будете отличать, как вы будете отличать? Я даже оторопел, вот человек говорит со мной по-русски, вроде бы считает себя русским, но он затрудняется отличить русских от нерусских. Я спрашиваю зрителей русских новостей, вы-то способны отличить русского от нерусского? Вот просто обычный средний человек, он что, не может отличить русского от нерусского? Ну по каким признакам вы отличаете русского от нерусского? Ну если речь идет о власти, то я прямо так и сказал этому человеку, Конечно, вы там как медик, наверное, подумали, что мы кровь на анализ будем брать или форму носа будем замерять. Ну, надо же быть таким, скажем так, наивным или так плохо о нас подумать, что мы будем заниматься такой ерундой. Я ему сказал, да по биографии видно, что из себя представляет человек. Ну, по биографии, естественно, не той, которую официально пишут, он там в Википедии, он и на Германа Грефа напишет замечательную характеристику. Его хоть в президенты выбирают. Или на каком-нибудь Кириенко, кстати, сказать, тут посмотрел, оказывается, Кириенко у нас уже четвертым данным по айкидо обладает. Ну, то есть это высочайший уровень мастерства, и как раз свое мастерство он на каком-то фестивале показал. Не знаю, может быть, специально сняли такой вот, как будто нелегальная съемка, а потом ее распространили. Даже вот в официальных новостях, оказывается, Кириенко там выступал как айкидоист. И это вот точно его начали готовить к президентским выборам. Еще гажа, чем Путин, вот лысее, глупее, значит, и тоже мастер боевых искусств. Он, оказывается, там даже показывает какие-то приемы айкидо. Но это в таком виде показывается, знаете, набегает какой-нибудь деятель, а на тебя твой противник якобы, и, увиваясь вокруг тебя, почему-то шлепается на спину со страшным грохотом. Ничего там от айкидо, я вас уверяю, я занимался немножко айкидо, не претендую ни на какую квалификацию, но там ничего от айкидо нет, кроме внешних каких-то вещей. Там нет ничего, от боевого искусства нет ничего. Но будет обязательно, вот этот миф будет раскручиваться. Но гажа Кириенко вот в этой системе либералистической, ультралибералистической, которую нашел Путин, конечно, найти невозможно. Ну так мы вернемся к вопросу о том, определяем мы, кто такой русский. Ну, все это кажется уже настолько очевидным, что я действительно как будто даже растерялся, что я могу сказать этому человеку. Он, значит, сам себя даже как русского не может определить, хотя говорит по-русски, выглядит по-русски, и, видимо, считает себя русским, но полагает, что определить его как русского человека невозможно. Ну, простые вещи. Во-первых, мы просто интуитивно чувствуем, кто русский, кто не русский. Просто наша интуиция подсказывает. Ну, если мы слушаем не русскую речь, то, конечно, это, скорее всего, не русский человек. Ну, так в 99% случаев. Ну, может быть, мы ошиблись, он просто хорошо знает еще какой-то язык. Но если он плохо говорит по-русски, то он может быть либо инородцем, либо человеком происходящим, может быть, от русского рода, но давно утратившим связь со своей родиной и с русским народом. То есть первый признак, ну, конечно, язык. Вот вы разговариваете с человеком, конечно, язык. Второе, конечно, внешность. Ну, вы же отличаете монголоида от негроида, негроида от европеоида. Европейская внешность значит европеец. Европеец, скорее всего, если вы в России, скорее всего, русский. Ну, европеоидами у нас являются и кавказцы, тем не менее, кавказцев мы тоже достаточно четко отличаем. Хотя среди русских людей есть такие псевдоморфозы, называются, что они могут выглядеть несколько иначе. Чуть-чуть там казаться, что у них разрез глаз немножко другой, там, ближе к монголоидам уплощенное, более уплощенное лицо, чем в среднем. Или профилировка лица более выраженная, не как будто бы ближе к каким-то южным народам, ну, скажем, там, к итальянцам или к каким-нибудь кавказцам. Но, тем не менее, если мы в общем и целом, то мы легко определяем. Человек чисто говорит по-русски, выглядит по-русски, значит, русский. Ну, как минимум, мы его подозреваем в том, что он русский. А самый главный параметр, он себя русским-то считает. То есть, если вот мы не общаемся еще, мы просто со стороны слышим, человек говорит по-русски, с другими общается, даже не с нами. Выглядит по-русски, наверное, русский. Скорее всего, русский. Если еще это и в России происходит, а не где-то в каком-то другом месте, то русский тоже в подавляющем большинстве случаев. Но, как только мы начинаем общение, если мы выясняем вдруг, что человек себя русским не считает, хотя и говорит по-русски, и выглядит по-русски, конечно, он не русский. Вот я и думаю, вот эти национал-патриоты, которые не знают, как определить в русские, определить хотя бы самого себя, наверное, они уже не русские. То есть, они уже, как я тоже на этой конференции сказал, они уже духовно мертвы. Ну, что от них можно ждать, если они считают вот так, русского определить невозможно. Ну, я самые простые вещи сказал. Есть еще политическое самоопределение, ненавидящие Россию, человек, который считает себя русским, ну, какой он русский? Он выродок из русского племени. Может быть, у него родители русские, предки русские, но если он ненавидит Россию, ненавидит русский народ, гадит русскому народу, сотрудничает с оккупационной властью, ну, какой он для нас русский? Политически он не русский. Ну, по роду племени он входит в семье, не без урода, принадлежит к русскому народу, к русской нации не принадлежит. Не принадлежит политически, он нам враг. Ну, как полицай. Вот оккупационный режим, кто-то идет, его обслуживает, он служит полицаем, ничего не сделал. Может быть, он когда-нибудь реабилитируется, когда-нибудь сделает поступки в пользу русского народа. Может быть, но на данный момент он предатель, полицай, выродок. Для нас он не принадлежит к русской нации. Нация понятие политическое, политическое единство, которое создает государство. Кто не создал государство, тот и нации не может называться. И тоже я упрек бросил, выступая одним из последних присутствующих, что многие говорили о нации, не понимая вообще, что это такое, путая нацию с племенем, с этносом, с народностью, с чем угодно, с национальностью, такой термин советский. И пора бы уже научиться, поэтому разговоры получаются как будто в 20-летней давности. Все уже это было, все уже это обсуждалось, но пора бы, если люди говорят о нации, знать, о чем они говорят. Многие, к сожалению, не знают. Если мы говорим о государство, образующем русском народе, мы и говорим о русской нации. Народ, образовавший государство, способный на это государственному строительству и к какому-то времени, когда эта государственность поддерживается, это и есть нация. Русская нация существует именно потому, что существует Россия. И может еще существовать. Но она при этом подавлена, потому что государственные институты у русских отняты. То есть по одному параметру мы проходим по историческому. Русские создали государство России. Ни один другой народ не создавал Россию. Россию не может считаться государство образующим. Не может. Это железный теоретический вывод. От него отступать не надо. Только русские образовали Россию. Остальные представители других народов участвовали. Но целиком все народы, которые у нас сейчас в Российской Федерации живут или на пространстве Российской империи, не принимали участие в создании российского государства. И зачастую противодействовали формированию российского государства. А некоторые и разрушали российское государство. Поэтому никакие народы, вот скажем, евреи ни в коем случае не являются ни коренным народом, ни государство образующим народом, ни даже народом, который через своих представителей как бы способствовал формированию Российской империи, российской государственности. Нет. И таких народов, кроме евреев, предостаточно. Это все малые народы. Бывают десятки тысяч, бывают сотни тысяч. Но все народы в Российской Федерации для русского народа являются малыми. И ни один из них не участвовал в государственном строительстве. Поэтому русская нация существует. Но у русской нации отняты государственные институты. И чтобы стать полноценной нацией, надо, чтобы установилась русская власть. Русский государство, образующий народ, получил бы в свои руки все национальные институты, очистил свое мировоззрение от разного мусора политического, который не позволяет русскому быть русским. От марксизма, коммунизма, либерализма, всех этих измов, которые должны пойти на свалку. И только одно политическое учение восстанавливает русское мировоззрение, русский национализм. Мы должны быть русскими националистами, чтобы вообще иметь право говорить что-то в пользу русского народа. Если вы занимаетесь политической деятельностью и выступаете за русских, значит вы обязаны принимать весь комплекс мировоззрения русского национализма. А если вы говорите, ну мы за русских, но мы вообще-то коммунисты. Или мы за русских, но мы за демократию, либерализм, европейскую ориентацию, ну вы политически не русские. Вы на какие-то другие силы ориентируетесь. Только русский национализм чистый, без всяких примесей, все примеси долой. Ну вот, и резолюция эта принята. Замечательно. Какие еще события в русском движении? Я считаю, очень позитивно воссоздание Национального союза России, который распался в 2014 году, поскольку разные организации в регионах по-разному отнеслись к событиям в Донбассе. Некоторые перешли на сторону украбандеровцев, некоторые остались верными русскому народу. Вот. Поэтому тогда этот союз распался, сейчас он вновь начинает воссоздаваться из принципа такой конфедеративной сети. То есть есть в регионах разные небольшие русские организации, и они создают по стране сеть. Очень хорошо, я очень рад, что эта сеть начинает вновь восстанавливаться. Я надеюсь, что там вот эта украбандеровщина, больше не появятся и вот эти псевдонационалисты оттуда уйдут раз и навсегда. Пусть идут обслуживать режим Порошенко, вот там всяких гальпериных, которые там ходят с ними на шествия, которые они самозванно называют русские марши. Ну пусть делают, чего хотят, главное, что без русских людей. Вот пусть вся нерусь туда сливается, к этим украбандеровцам. Вот это как раз и связано еще с одним событием, опять самозванцы объявили, что они создают партию русских националистов. Ну вот туда всю эту нечисть, все туда, там они объявили, что это новая оппозиция, туда к демократам, к либерастам, к кадыровцам, они все будут обслуживать вот эту структуру. Это же, в общем, затея, может быть они сами там не знают, многие не знают, что это затея кремлевская. Им нужна, ну совершенно поганенная оппозиция, со словом русский, ну совершенно мерзостная. Вот мерзостные лица, мерзостные мысли, мерзостные поступки, вот это все будет называться новая оппозиция. И с ней, вероятно, будет бороться кремлевский режим и легко побеждать, везде побеждать. Нам не по пути с такой оппозицией, мы с ней ничего общего никогда не имели и иметь не собираемся. И предупреждаю, вот через русские новости русских людей, не вяжитесь в эту национал-либеральную, либерал-национальную оппозицию. Это все проект уничтожения русского движения. Один из способов, который используется уже давно. Раньше использовали втихую, там финансировали всякую пакость, накрывали одним медным тазом тех, кого провоцировали на экстремистские действия, придумывали этот экстремизм, сажали, уничтожали именно таким образом. Сейчас эти уже ребятишки действуют открыто. Какой-нибудь отморозка ставят впереди, и он, значит, шагает этот очередной рыжий карлик и провозглашает какие-то русские лозунги. Это лжецы и враги русского народа, провокаторы, обслуживающие полицаев. Вернемся снова к тому, что говорил Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием. Госдума плюс Совет Федерации и плюс еще все эти придворные халуи, которые там крутятся в Кремле постоянно. Они везде сидят, везде громким голосом поют гимн Российской Федерации. И к исторической России никакого отношения не имеют, даже если что-то там демонстрируют, из себя пытаются корчить каких-то дворян или православных, таких укорененных якобы в вере Христовой на самом деле христопродавцы и фарисеи. Путин лжец. Путин лжец, это доказано, я вот тут напоролся на статью в интернете. Путин обманул с цифрами по младенческой смертности. Он сказал, по итогам еще 2015 года показатели младенческой смертности составили в России 6,5 на тысячу родившихся живыми. А в Европейском регионе, Всемирной организации здравоохранения, показатель 6,6. То есть у нас чуть даже получше. По итогам 10 месяцев 2016 года Россия вышла на уровень 5,9. Вранье. Показатели младенческой смертности, легко найти в официальном докладе Всемирной организации здравоохранения, у России показатель 8. Не врите. Или не верьте лжецу, точнее. Зачем обращаться к лжецу и убеждать, что лгать нехорошо. Он, может, даже не знает, что врет, но нам-то наплевать. Если у человека мозгов нет, конечно, он любую ложь будет излагать, как свои собственные мысли. А в Европе в целом показатель 5. То есть у них 5, у нас 8. Какое там снижение младенческой смертности? Вранье. Следующее. Вот откуда такая разница? В том же докладе ВОЗ, читаем, Медучрежденческая группа ООН по оценке уровней смертности обнаружила достоверные свидетельства того, что национальная статистика младенческой смертности в России занижается и пришли к согласию о том, что в публикуемом анализе необходимо делать поправку на 25%. Есть также статистика смертности детей до 5 лет. Но и там отставание России от Европы заметно невооруженным взглядом. Можно посмотреть на таблицу, подробную статистику Всемирного банка, основанную на данных Медучрежденческой группы ООН по оценке уровней смертности, согласно которой младенческая смертность в России в 2015 году составила 8,2 ребенка на 10 тысяч новорожденных до года, что существенно выше показателей в Восточной Европе. В Польше 4,5, в Литве 3,3, в Эстонии 2,3, и в Западной Европе, во Франции 3,5, в Германии 3,1, в Британии 3,5. Вранье, да? О промышленном росте. Путин сказал, что сейчас спад в реальном секторе прекратился, наметился даже небольшой промышленный рост. Вранье. Забавно, что год назад Путин уже обманывал и говорил, в сентябре-октябре зафиксирован небольшой, но все-таки рост промышленного производства на 0,2-0,1%. Все дело в том, что за промышленный рост Путин выдает сезонные колебания, поскольку пресс-конференция и обращение к Федеральному собранию приходится на конец года, то он предлагает смотреть на статистику сентября-октября. В действительности же Россия считает динамику с учетом сезонного фактора, и можно убедиться, что никакого роста как не было, так и нет. Вот у меня перед глазами график, и видно, что роста абсолютно нет, и я так предполагаю, что не предвидится. А может быть и статистика, в общем-то, это, извините, продажная девка нынешнего политического режима. Ну, когда-то, вот лет 10 назад, еще какие-то были признаки правды в статистике. А теперь вот статистика, ну, просто трепещет, чтобы не показать те реальные цифры, которые мы ощущаем на своей жизни. Мы же видим, ну, как если массовые увольнения идут, производство сворачивается, закрываются предприятия, как можно все при этом сохранить уровень промышленного производства? Да никак. Уровень экономики падает, мы это ощущаем на своей жизни. По уровню цен, по уровню безработицы, по нашей повседневной жизни. А Путин лжец. У росте экспорта, Путин говорит, объем экспорта отечественных компаний за пять лет вырос вдвое. Ну, просто возмутительное вранье. Тут Путин просто перепутал плюс и минус. Российский экспорт не вырос, а снизился вдвое за последние пять лет. Экспорт России в январе-июле 2016 года составил 153 миллиарда по сравнению с январем-июлем прошлого года. Это снижение на 27 процентов. А пять лет назад, в январе-июле 2011 года экспорт составлял 287 миллиардов. То есть почти вдвое больше. Ну, надо же так беспардонно, бесстыдно лгать. Ну, а почему все это получается? Почему ложь принимается как правда? Ну, потому что перед Путиным сидят и внимают ему такие же лжецы-негодяи и предатели. А им все это оплачивается. Парламентские партии получат из бюджета почти 7 миллиардов рублей в 2017 году. Помимо того, что им оплачивают вот эти депутатские места, на которых они, ну, просто бездельничают, они только нажимают кнопки, больше ничего. Разве они оказывают реальную помощь каким-то избирателям? Да нет этого и не было никогда. Не занимались они никогда проблемами России. Кнопку нажать, все, ты уже имеешь право получить зарплату. Они там вот такие несчастники, и теперь их заставляют еще и на заседаниях сидеть и вынимать ту ахинею, которую, ну, и им тоже противно слушать, потому что они от нее устают. Кнопку нажал, все, заработал себе зарплату. Сколько у них там? 400 тысяч рублей в месяц. Это только депутатам. Плюс еще тем самым партиям, которые там сидят в Госдуме. По какому, скажите, конституционному правилу партии, у нас некоторые партии, финансируются из бюджета? Ну, ничего подобного в Конституции нет. Даже в Ельцинской Конституции, которую мы понимаем, как принимали, ничего этого там нет. 7 миллиардов выделяется. Почти такая же сумма выделена еще на ремонт и благоустройство дорог в российских селах в 2016 году. Ну, сравните, вот эта шайка-лейка и вопрос о благоустройстве дорог в российских селах. Две задачи считаются сопоставимыми. То есть, кормить этих негодяев и пытаться как-то обустроить село. Доходы депутатов Единой России в Государственной Думе, это примерно 20-30 миллионов рублей в год. Поэтому зарплата значения не имеет. Ну, зарплата, если 400 тысяч, ну, порядка там 6 миллионов в год. Они получают 20-30 миллионов. Откуда такие деньги? От верблюда, от грабежа нашей страны. Зарплата депутата составляет менее третий, как я сказал. Откуда взялись эти деньги у тех, кто больше полутора десятков лет, а то и всю жизнь не работал вне чиновничьих кабинетов? Это саморазоблачение. То есть, когда депутат получает столько, то он как бы демонстрирует, что он предал свою страну, он кого-то обслужил и получил источник дополнительных доходов. Иногда они сдают своих подельников, ну, кто берет, как говорится, не по чину и кто выпадает из их когорты. Ну, кого-то надо бросать на съедение общественного мнения. Вот Симоновский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно, условно, бывшего начальника отдела департамента имущества Москвы Илью Кендинова, который обвинялся в покушении на получение взятки в размере 20 миллионов рублей. Ну, маленький чиновничек-то тоже пытается сравняться с депутатом Государственной Думы по уровню коррупции. Те коррумпировались раньше, отмыли свои доходы и теперь официально получает по 20-30 миллионов рублей в год. А это тоже хотел получить, но, видите, не по чину пытался. Ну и поскольку нас ожидает экономический коллапс, то Центробанк у нас закупил 48 тонн золота, беспрецедентная покупка. И на то, что дефолт близок указывает, во-первых, появление Кириенко в администрации президента, я думаю, что его сейчас начнут готовить к выборам президента. И вот эта покупка, которая является аналогичной той, которая произошла в прежний дефолт 98-го года. Кириенко плюс закупка золота. Вот как бы два параметра, которые предупреждают нас о том, что все не в порядке и может быть очень плохо. Еще один чиновник, замглавы налоговой инспекции Москвы, покончил с собой Владимир Носенков или Носенков с огнестрельными ранениями. Его тело было обнаружено в доме в подмосковном Королеве. И источник правоохранительных органов сообщил, что по предварительным данным он выстрелил в себя из охотничьего ружья. Как шутят в таких случаях, мрачные такие шутки, со смертью лучше не шутить. Выстрелил себе в голову, два раза оба выстрела были смертельны. Ну, видимо, налоговая инспекция города Москвы тоже. Там все не в порядке, если чиновник пускает себе пулю в лоб, даже если он это сделал самостоятельно, а не при поддержке кого-то из его доброжелателей. Оценивая все это безобразие, социологи иногда выдают цифры близких правдивым. Посмотрим, насколько они правдивы. Социологи указывают, что рейтинги правительства оказываются самыми низкими за последние пять лет. 26% доверия правительству к Думе. Уровень доверия рухнул за год с 40 до 22%, при том, что выборы прошли. И даже церковь потеряла 10% пунктов. Больше других в России доверяет президенту, но его рейтинг упал с 80 до 74%. Последние это очень сильно натянуто. Не будем обсуждать почему, уже не раз об этом говорили. Более трети российских семей не в состоянии справиться даже с обязательными тратами. Многим не хватает денег на ЖКХ и на медицинские услуги. Мы тоже об этом говорили, но откуда будет доверие, если вот такое состояние. Сегодня же личные услуги не могут оплатить 23% населения расходы на медуслуги. В целом за годы кризиса упали на 15%. При том, что цены взлетели и вообще все стало платным. Еще и падение наших семейных затрат на медицинские услуги. Мы не можем платить за то, что вы нам предлагаете на рынке медицинских услуг. Потому что это уже не лечение, а именно услуги, платные услуги. Материальное положение своей семьи, как плохое или очень плохое, оценивают 22% наших граждан. А у 39% денег недостаточно для покупки необходимой обуви, одежды или продуктов. То есть примерно 40% считают себя уже совершенно нищими. Зато в России строится платное шоссе длиной 7 километров к аэропорту Домодедово. Стоимость 13 миллиардов рублей. Строительство дороги окупится предположительно через 200-250 лет. Стоимость одного погонного метра трассы, слушайтесь, 2 миллиона рублей. Одного метра 2 миллиона рублей. А одного миллиметра 1857 рублей. Ну, представляете, какой уровень воровства. Он просто запредельный. И он официальный, он открытый. Никто не сомневается в том, что именно столько будет стоить эта дорога. Отделение Единой России в городе Серпухове гордо сообщило нам, что в рамках партийного проекта «Крепкая семья», организованного местным отделением партии 40 многодетных семей, Серпухова бесплатно получили по 5 килограммов хлеба. Вы слушаетесь, да? По 5 килограммов хлеба. Они этим гордятся. Жители Подмосковья продолжают протесты против административной реформы, которую устроил путинист Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья. Ну, ничего, конечно, не понимающий в деле управления, но зато обслуживающий определенные идеи, о которых мы уже говорили, превратить московский регион в такое «московское царство» в кавычках, и куда переселить всю Россию. Эта программа реализуется. Вот она реализуется Воробьевым. И, ну, жители-то беспокоятся, что прекратится местное самоуправление, и многое из этого следует. Если планы Воробьева воплотятся в жизнь, то все сельские поселения Московской области объединят в огромные городские округа. К чему это приведет? Результатом может стать не только ликвидация местных властей и депутатов близких к народу, но действительно местные депутаты, но это все-таки не настолько бесстыдные люди, как те, которые сидят в Думе или в региональных парламентах. Что произойдет? Городская промышленная застройка будет позволена везде, потому что все Подмосковье будет объявлено городом, а не сельской местностью. Произойдет полная бесконтрольность власти, губернаторские назначенцы на всех должностях. Невозможно жителям ни на что влиять. Не будет больше выборов, местной власти не будет. Произойдет резкий рост налога на недвижимость. Чего, собственно, и хотят. Это главное. Ограбить как можно больше. То есть вы будете платить за сельскую землю, как за городскую, за сельское жилье, как за городское. Вот чем занимается господин Воробьев. И грабеж местных бюджетов, у которых область отнимет все деньги. Как примерно делает власть московская. Собянин собирает все деньги, а местного самоуправления просто не существует, потому что не существует местных бюджетов. Не могут возникать такие вот узлы управления и узлы, в которых народ ближе всего может подойти к власти, избрать своих местных депутатов и разрешать там свои проблемы. Сейчас в Москве там затеваются капитальные ремонты, за которые мы платим в среднем тысячу рублей в месяц по платежке за какую-нибудь двухкомнатную квартиру. Ну вот я сужу по себе и своим знакомым. Тысячу рублей в месяц мы платим, а теперь нам говорят, ну а теперь как вы заказывали, мы, оказывается, заказывали, хотя мы не хотели. Мы сейчас вам ремонтик произведем. Что такое ремонт? Покрасили снаружи дома какой-нибудь гаденькой красочкой. Вот я как-то тут проезжал по улице Алабяна, розовый дом стоит, такая постройка сталинская еще, и розовым цветом покрасили. Ну вы что, идиоты? Хочется спросить. Да, они идиоты. Зачем спрашивать? Они идиоты и варьё. Вот они подкрасили и сказали, а теперь вы по гроб жизни будете платить вот те самые тысячи рублей, за которые мы вам этот домик покрасили. И еще заменяют там сливные трубы, вода стекающая с крыши попадает в эти трубы. Ну вроде были нормальные трубы, все они, да, они может выглядят не блестяще, то есть солнце не отражают, но они функционально-то работают. Вот взяли все это, содрали и повесили новые. Вот это капитальный ремонт. Не дай бог еще влезут в квартиры, начнут что-то там разорять. Там, где никогда не было аварии, они заменят трубы, и аварии будут обязательно. Вот это то, чем занимается Собянин. Ему главное, чтобы костюмчик сидел. Вот внешне Москва, как выглядит, это главное, что жить здесь невозможно. Это уже другое дело. Ну а зачем вообще граждане? Давайте мы повысим там стоимость автомобильных стоянок, чтобы не было, чтобы не ездить. Что-то они тут разъездились, понимаете? Из-за вас пробки, вы тут ездите. И мы сейчас вам поднимем все налоги, чтобы вы просто перестали ездить. И в центре, зачем вам жить в центре? Ну зачем вам жить? Давайте мы всех отсюда выселим. Ну просто начнем давление через налоги, чтобы люди просто не хотели, продавали там свои квартиры, уезжали куда-нибудь за город вообще, или там на окраину Москвы. В центре должны жить супер богатей, которые грабят страну, и из награбленных денег будут покрывать все эти расходы. А Собянин будет гранитные мостовые делать. То есть вместо того, чтобы обеспечивать людей работой, жильем, доходами, товарами, которые необходимы для жизни, он будет гранитные мостовые лепить. Ну вот у него не получилось с плиткой. Вот плиткой он всю застелил, в Москву. Теперь плитку будут ломать и будут делать из гранита. Ну здорово, да? Денег прорвало. Куда их девать? И украсть так удобнее. Проще, чем проще работа, тем проще украсть. Правильно? Ну на этой печальной ноте мы завершим русские новости. А оптимизм в нас должно вселять только русское движение, в котором каждый русский человек должен участвовать. Если он не участвует по какой-то причине, значит он стоит в стороне и жует свой попкорн, наблюдая, как в муках умирает его собственная сторона, как корчатся от мук его собственный народ и как изгаляется над нашим народом ныне действующая оккупационная власть. Долой оккупантов, да здравствует русская власть. С этими лозунгами мы спасем и страну, и свой народ, и послужим и Отечеству, и всей мировой цивилизации. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok